Обмен опытом и комплексный подход. Парламентарии северо-запада собрались обсудить развитие туризма на территории федерального округа. На страже бюджета депутаты окружного парламента подняли вопрос о целесообразности дальнейшего развития АПК «Безопасный город». Передвижение без проблем. Учреждения поселка «Искатели» проверили на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья. С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. Обмен опытом и комплексный подход. Парламентарии северо-запада собрались обсудить развитие туризма на территории федерального округа. Представители Архангельской, Псковской, Ленинградской областей и Республики Карелия два дня проведут на Ринмаре. Первый день визита начался с обсуждения состояния туризма в регионах северо-запада. О том, что туристический потенциал имеет каждый регион северо-запада, на встрече звучало практически от всех выступающих. Каждый регион это может подтвердить на собственном опыте. К примеру, Пинежский район Архангельской области делает ставку на развитие сельского туризма. Столичным жителям предлагают от спокойного домашнего отдыха с русской баней до сплава по рекам. В этом кластере задействованы местные жители и организации. Дом культуры отвечает за культурную программу, краеведы – за экскурсии, водители – за трансфер, фермеры – за поставку местной продукции, местные жители организуют питание и ночлег. И кластер только тогда функционирует, когда мы друг друга очень понимаем, доверяем и работаем в одном направлении. И очень большое заблуждение, когда на маленькой территории люди начинают видеть своих партнеров и конкурентов. Нет, мы все – звенья одной большой цепи. Сегодня сельский туризм в Пинеже общими силами поставлен на поток. В район приезжают хоть и небольшие, но регулярные группы туристов. А ведь буквально 10 лет назад жители сел не воспринимали идею въездного туризма. Главная проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в менталитете человеческому, в менталитете тех сельских жителей, которым предстояло пустить, вот Татьяна Николаевна правильно сказала, пустить в свой дом чужого человека, поухаживать за ним, накормить его, принять и проводить его. И очень многие люди не воспринимали и не понимали, как это так кто-то на моей любимой делянке в лесу будет собирать мои грибы. Выступающие единодушно отметили важность участия в развитии сельского туризма и властей. Она необходима для решения земельных вопросов, создания нормативно-правовой базы. К примеру, Псковская область предложила разработать ГОСТ для гостевых домов. Документ будет содержать минимальный набор услуг, который будет обеспечивать хозяин дома при размещении туристов. Также необходимо стандартизировать и организацию питания, в первую очередь для безопасности и соответствия санитарным нормам. Ненецкий округ, как новичок в сфере туризма, будет участником всех законодательных процессов. Наше собрание депутатов почему-то не представлено в этом комитете Парламентской ассоциации по культуре и туризму. Я думаю, что сегодня этот вопрос уже назрел, и, наверное, в ближайшее время мы решим и направим своего представителя в этот комитет. Уже сегодня у многих законодателей есть инициативы и предложения. От того, насколько быстро и качественно они сработают, порой зависит туристический климат региона. Так, из-за бездействия властей Архангельская область потеряла более 400 памятников. Их не успели вовремя отреставрировать. Такая же проблема стоит сегодня перед Карелией. Сегодня в республике более 40% деревянных домов признаны памятниками архитектуры. Большая часть из них нуждается в скорейшем ремонте. Как правило, он затягивается из-за бюрократических процессов. В работе комитета мы рассчитываем, что примут участие как органы исполнительной власти, субъектов, заинтересованных в развитии этой тематики, законодательные органы власти. Мы будем привлекать профильные ассоциации, которые работают с туристским сектором бизнеса. Ближайшие законопроекты будут связаны с сельским туризмом, как фактором развития территорий, а также общей терминологией. Продумают парламентарии и способы поддержки предпринимателей, занятых в этом направлении. Архангельская область подсчитала, каждый рубль, вложенный в сферу туризма, возвращает в бюджет минимум 20 рублей. Сложная ситуация с окружным бюджетом заставляет задумываться над каждой тратой. Депутаты окружного парламента подняли вопрос о целесообразности дальнейшего развития АПК «Безопасный город». Напомню, реализация этой программы стартовала в 2014 году. За несколько лет было установлено больше 60 камер фото и видеофиксации, которые уже сегодня задействованы в обеспечении общественного порядка и противодействии преступности на территории города и поселка искателей. 65 точек видеонаблюдения, 28 терминалов экстренной связи гражданин полиции, 6 комплексов автоматической фиксации скоростного режима ПДД. Все это представляет собой комплекс «Безопасный город». Вся информация с камер ежеминутно стекается в Центр мониторинга и видеонаблюдении ОМВД России по Неницкому округу. Все камеры видеонаблюдения работают и записывают в Центр мониторинга. Те камеры, которые установлены в аэропорту, фиксируют прибывающих и убывающих людей с возможностью распознавания лиц. То есть весь функционал на сегодняшний день в тестовом режиме, еще не принят, но в тестовом режиме он работает. Так же, как и работают кнопки гражданин полиции, так же работают видеокомплексы с фиксацией скоростного режима. Пока весь этот комплекс работает в тестовом режиме, но уже прошел все необходимые сертификации и проверки и уже успел стать источником информации, необходимой для раскрытия преступлений. В настоящее время мы информацию, получаемую с камерного видеонаблюдения, используем в оперативных целях. Есть уже примеры, когда ориентировки по преступлениям формировались, исходя из полученной видеоинформации. Это можно в качестве примера привести к последнему с резонансного преступления, связанного с изнасилованием. Мы используем буквально потом в ночь, в субботу, на воскресенье хищение колонок со сцены. В принципе, пока мы это используем в оперативных интересах. По информации Сергея Шамова, АПК «Безопасный город» стоил бюджету Нинецкого округа 130,5 миллионов рублей. Каждый год на его обслуживание требуется порядка 4-6 миллионов. Напомню, программы тотального видеонаблюдения должны внедряться во всех регионах страны по поручению президента России Владимира Путина. Наринмар стал одним из пилотных городов в арктической зоне России, где уже внедряется система «Безопасный город». Вместе с нами первопроходцами стали Норильский и Анадырь. Согласно концепции, то, что сейчас уже установлено в регионе, это только начало строительства глобальной системы. По мнению разработчиков, всеобъемлющий аппаратно-программный комплекс будет учитывать все нюансы общественной жизнедеятельности на дорогах, во дворах и подъездах, в местах массового скопления людей, в общественных зданиях, в школах, детсадах и больницах. Сколько я понимаю, будет постоянно трансформироваться, и суммарная финансовая нагрузка будет только расти в дальнейшем. Почему? Потому что, кроме того, что все сегменты будут собраны в кучу, условно говоря, кроме того, потребует размещение где-то этот весь комплекс в целом, совместно с единой дежурной диспетчерской службой. Увеличение и без того большой финансовой нагрузки на охромающий бюджет вызвало у законодателей закономерный вопрос, целесообразно ли дальнейшее развитие программного комплекса. На комиссии решено было поставить этот вопрос на контроль. В Нинницком округе определены критерии предоставления бесплатных социально-медицинских услуг населению. Соответствующее постановление принято администрацией региона. Согласно изменениям, бесплатные социально-медицинские услуги в полустационарных условиях раз в два года могут получать отдельные категории граждан. К ним относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, лица пострадавшие от политических репрессий, граждане, награжденные знаком жителей блокадного Ленинграда, супруги погибших или умерших инвалидов войны, участники боевых действий, родители военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в условиях боевых действий. По данным Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты, в Нинницком округе проживает 430 граждан, относящихся к этим категориям. Кроме того, бесплатные услуги смогут получать пенсионеры, женщины с 50 лет, мужчины с 55, инвалиды всех групп с 18 лет, если размер их среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, то есть 22 920 рублей. Жители, имеющие право на бесплатное предоставление соответствующих услуг, проходят курс оздоровления на базе комплексного центра социального обслуживания. В программе центра медикаментозное лечение, прогревание, ванны, адаптивная физкультура, лечение зубов, витамина, фито- и трудотерапия, психологические тренинги и участие в культурно-массовых мероприятиях. В течение года бесплатный курс пройдут свыше 200 человек. Средства на их оздоровление предусмотрены в окружном бюджете. Передвижение без проблем. Чтобы проверить доступность основных учреждений поселка-искателей для людей с ограниченными возможностями здоровья, общество инвалидов провело специальную проверку. Инспекторы с помощью инвалидной коляски попытались беспрепятственно попасть туда, куда люди ходят практически ежедневно. Итог проверки оказался неутешительным. Проверка доступности учреждений проводится обществом инвалидов регулярно. Пандусы сейчас обустроены около многих зданий, где располагаются органы власти, учреждения социальной сферы и здравоохранения. Вот только большинство из сооружённых приспособлений оказываются бесполезными. Для наглядности в арсенале проверяющих всегда есть инвалидная коляска. И каждый может на себе почувствовать, как живётся человеку прикованному к креслу. Попробуй на будущее. Увы, первый объект – администрация Заполярного района – оказался абсолютно недоступен людям с ограниченными возможностями здоровья. Пандус есть, а вот убирать его, похоже, некому. Но даже если уберут наледь, дорога колясочника оборвётся на крыльце администрации района. На двери, предположим, когда это ликвидируют наледь, он подъедет, на двери нет даже кнопки вызова. Сам колясочник в дверь войти не сможет. И самое опасное – прошу заснять. Вон то, вот, нависает. И он как раз падает на панду. Представьте, как это всё может шлёпнуться на колясочника. Похожие проблемы и в искательском отделении многофункционального центра. Полностью будет другое покрытие. Скорее всего, сверху у нас будет навесной козырёк, чтобы не было. Обязательно, обязательно. Но хуже всего дело обстоит со входом в районную поликлинику. Колясочнику и вовсе не заехать в здание. Тяжело попасть на приём к врачам и маломобильным категориям граждан. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь пациентов, обществом инвалидов предложено соорудить дополнительные поручни на лестнице, которые помогут пожилым и людям с проблемами в опорно-двигательном аппарате более свободно себя чувствовать в единственном районном учреждении здравоохранения, куда на приём к врачу приходят не только жители посёлка Геологов, но и всех населённых пунктов Ненецкого округа. Алена Валей, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Бригады врачей «Красного чума» обследовали около 500 жителей Тиманской тундры. Эти данные озвучили в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам реализации долгосрочного медико-социального проекта. Он реализуется совместными усилиями компании «Лукойл Коми», «Тоталья разведка и разработка России», администрации Ненецкого округа и Центральной поликлиники Заполярного района. Очередной этап проекта был успешно осуществлён в Ненецком округе в конце 2015 года. Тогда впервые в истории «Красного чума» маршрут медицинской экспедиции был проложен на Тиман. На реализацию проекта в 2015 году недропользователи выделили порядка 2,5 миллионов рублей. В составе мобильного медотряда работали 18 специалистов, в их числе педиатр, терапевт, хирург-травматолог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, дерматовенеролог, отоларинголог, психиатр-нарколог, врач-узей и стоматолог. Такой состав передвижного отряда обладает полномочиями на медицинское освидетельствование для выдачи оружия, управление транспортными средствами. Кроме того, 32 медицинских заключения выдано сотрудникам СПК «Индига» для работы в полевых условиях. Подводя итоги диспансеризации, медики отмечают, что у жителей Тиманского сельсовета преобладают болезни органов пищеварения и костно-мышечной системы. В рамках реализации проекта в ленивоческих бригадах СПК «Индига» специалистами также подготовлено 5 санитарных помощников. К каждой бригаде выданы аптечки для оказания первой медицинской помощи. В воскресенье по всей России прошли народные масленичные гуляния. Чучело горело быстро и ярко. Если верить народным приметам, это значит, что весна в Наринмар придет совсем скоро. В воскресенье по всей России прошли народные масленичные гуляния. Завершающий день недельного праздника славится несметным количеством блинов, народными потехами, забавами и уличными представлениями. Именно такими запомнились проводы масленицы жителям города и нашей съемочной группе. Сегодня заканчивается масленичная неделя. В традиционном русском быту эта неделя была самым ярким событием. Хоть себя заложи, а масленицу проводи. Так что приглашаю всех на масленицу. На Руси этот праздник всегда поражал иностранных послов и гостей своим размахом. Сравнивая празднование масленицы с европейскими карнавалами, проводимыми примерно в то же время, гости признавали, что карнавал далеко до русского масштаба гуляний. В этом году проводить зиму в Наринмаре пришло огромное количество семей с детьми. Для маленьких гостей организаторы особенно постарались. Приготовили множество развлечений и испытаний. Марк Иванов уже смог пройти несколько из них. Замечательное настроение в этот день было и у двух подруг Полины и Сабрины. Девочки соревновались между собой в традиционно русском конкурсе. Кто больше блинов напечет. И здесь, по словам блинного судьи, оценивался не вкус, а количество. Испечь, кто больше блинов перевернет на сковородке. У нас рекорд уже 90 блинов. Девчонки пытаются побить этот рекорд. Пока приблизиться к рекорду удалось одной из подруг – Сабрине Воробьевой. Крутина, трудно, нет? Ну, да, так себе. А сколько твой рекорд? 50. У Полины Киселевской результат поскромнее, но участница блинного поединка не расстраивается. Полина, сколько получилось у тебя? 12. Еще стараться? Да. А к чему будешь стремиться? Сколько хочешь? 20 тебе. Показать свою ловкость можно было не только в этом состязании. Для самых хватких на площади поставили столб. Забраться на гладкий стол без подручных средств – задача не для слабаков. Особенно, если стол покрыт тонкой коркой льда. Чтобы получить приз, в этом конкурсе нужно было сорвать ленточку, которая была привязана к колесу. И таких ухватистых парней на праздники было много. Сложности ничуть не усмирили пыл современных игроков. И желающих получить заветный приз выстраивались целые очереди. Одной из самых популярных забав на гулянии стали и бои с подушками. Помериться физической силой смогли от мала до велика. Но самым красивым масленичным обрядом, как и в древности, было катание на санях. Очередь из желающих пощеголять на холеных рысаках и расписных санях выстроилась немаленькая. С цветными ленточками и бубенцами лошади стали украшением праздника. Но катались в этот день не только на санях, а еще и на ватрушках и ледянках. Катание с гор на Руси было самым любимым занятием. Для катания с гор раньше использовались естественные скаты, спуски с возвышенностями или спуски к водоемам. Потом начали строить катальные горки из бревен, которые обливали водой. Со временем катальная потеха совершенствовалась. В городах и деревнях устанавливали горки с нарядными павильонами. А, например, в Санкт-Петербурге были известны горки купца Подозникова. Они достигали высоту 26 метров. Кстати, это развлечение было платным. А мы насладимся сегодня бесплатным катанием. Поехали! Катание с гор – это не просто забава, а старинный обряд. Ведь считалось, что у того, кто больше раз с горы скатится, у того и лен выше будет. Даже блины – непременный атрибут масленицы – имели ритуальное значение. Главное угощение масленицы, конечно же, блины. Символы солнца пекли и ели в несметных количествах. Чем больше блинов съешь, тем счастливее будешь. Этой примете следует и сегодня. Причем не только в селах, но и в городах. Последуем ей и мы сегодня. Круглые, румяные, горячие – они являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Потому и не скупились наши с вами предки в этот праздник на щедрое застолье и безудержное веселье. И называли масленицу в народе честной, широкой, обжорной, а то и разорительницей. Закончился праздник тоже обрядом – сжиганием чучела. Чучело вспыхнуло за считанные секунды. Сгорело быстро и ярко. И если верить народным приметам, это значит, что весна в Наринмарк придет совсем скоро. Любовь Пермякова, Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В Наринмаре прошла всероссийская гонка «Лыжня России». От желающих встать на лыжи в воскресный солнечный день не было отбоя. На дистанцию вышла и наша съемочная группа. В Наринмаре прошла открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Традиционно участниками спортивных состязаний стали спортсмены и просто поклонники здорового образа жизни. Гонки прошли на лыжероллежной трассе в районе тепличного комбината «Солнышко». На лыжню встал и Дмитрий Марков. От желающих встать на лыжи в воскресный солнечный день не было отбоя. Традиционно участниками «Лыжни России» становятся люди разных возрастов и уровня физической подготовки. От воспитанников детских садов до ветеранов спорта. Первыми на финиш, как правило, приходят самые подготовленные. Это спортсмены, которые стоят на лыжах профессионально. В женской группе бесспорным лидером на трассе 3 км станет Татьяна Дроздова. На лыжах девушка стоит уже больше 10 лет. За это время Татьяна успела получить мастер спорта по палеотлону и КМС по беговым лыжам. Сегодня соперников не было для меня, потому что одна бежала в другой дистанции. И я считала, что я буду первой точно. Потому что у меня каждый год первое место. Но в дистанции было тяжело бежать. Вместе с Татьяной Дроздовой на лыжню России заявилась еще одна лыжница – Анна Пластова. За плечами 6 лет тренировок и соревнований. Как результат – второй взрослый разряд. Здесь пришла третий. Но трасса далась легко, признается спортсменка. Трасса вообще отлично, хорошо подготовлена. Бежится легко. Скажите, не идеально, даже несмотря на мой рост. Все замечательно, настроение. Организаторы дают замечательное настроение, замечательная музыка. Наряду с сильнейшими спортсменами округа на лыжню России встали и обычные жители. Поклонники активного здорового образа жизни. Среди них и Нелли Миткина. Уже бегаю не первый раз. Вообще классно, здорово. А вы каждый год ходите на лыжах? Ну, на лыжах, да, стараюсь ходить по выходным дням. А здесь вот участвую вот второй год. Всего на лыжню России в Наринмаре встало более 300 человек. Кстати, самому старшему участнику лыжней России 72 года. Длина трассы составлялась по возрастным категориям. 1, 2, 3, 5 и 10 километров. Региональную дистанцию немного увеличили по сравнению с федеральной программой. Дистанции увеличивали уже из расчета по дистанциям ГТО. И, как говорят, это самое, уже по группам, конкретно уже группы собирались не по, как обычно, по году рождения, а по полным годам, то есть 7-8 лет, 9-10, чтобы была возможность уже ребятам показать результат именно на ГТО. На финише участникам вручали именные подарки. В этом году все российские спортсмены получили фирменные шапочки, а победители – заслуженные медали. Дмитрий Марков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды.